Департаменты государственных доходов Основной результат нашей работы – это поступление налогов и других платежей в бюджет. Так вот, поступление за 8 месяцев мы исполнили план больше на 55 миллиардов. Из них 42 миллиарда – это в республиканский бюджет и 13 миллиардов – в местный бюджет. В целом, также наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым годом, несмотря на непростые времена с экономической точки зрения. В целом, в экономике последних изменений наблюдается такая оптимизация, потому что они используют те условия, которые созданы по максимуму. То есть, если раньше многие налогоплательщики готовы были заранее оплатить и так далее, то есть, как вы знаете, по НДСУ, допустим, полтора месяца есть, практически два месяца по уплате после окончания периода. Так вот, в последнее время многие налогоплательщики стали уплачивать именно в последние дни свои исполнять налоговые обязательства. В целом, работа за последние 8 месяцев положительно оценивается. Кроме того, у нас в последнее время, в последние 3 месяца работала рабочая группа по контрольно-профилактическим мероприятиям. Результаты этой группы также, можно сказать, удовлетворительны. Даже превосходят те ожидания, которые были изначально. Я бы хотел, чтобы по цифрам прошлись. Здесь у вас есть, я вижу, некоторые справки, которые подведены за последние месяцы показатели. Вы можете нам рассказать? В целом, за 8 месяцев налогов и других платежей поступило 790 миллиардов тенге. 791 из них 592 миллиарда – это в республиканский бюджет и 198 миллиардов – это в местный бюджет. Что касается работы рабочей группы, то в основном работа велась по трем направлениям. Первое – это по таможенному администрированию. По данному направлению обеспечено дополнительно поступление в размере 1,8 миллиардов тенге. В результате представления 2400 таможенных деклараций, корректировки. Кроме того, в ходе досмотра было выявлено 67 случаев, когда товары были либо не полностью задекларированы, некоторые товары не были задекларированы. По результатам этих работ, досмотра, данные участника ВЭД привлечены к административной ответственности, то есть наложенный штраф в размере 6 миллионов тенге. Кроме того, по условному выпуску, то есть это те товары, которые ранее были выпущены условно, там установлено 411 случаев нарушения таможенного законодательства. По результатам этих работ, этих выявленных фактов, наложен административный штраф в размере около 260 миллионов тенге. Что касается по налоговому администрированию, там проведено хронометражное обследование в отношении участников ВЭД, оптовых поставщиков. И в ходе этих хронометражных обследований у тысячи пять налогопотечников доходы увеличены на 1,1 миллиард тенге. То есть это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также установлено 387 нарушений по отсутствию учетной документации по товарам. То есть товары, как такой учет, не велись 387 налогопотечников. По ним штраф наложен в размере 65,5 миллионов тенге. То есть видно, что многие налогопотечники не то что учет расходов и так далее, свои доходы не ведут учет. Также не ведут учет по товарам, наличных средств и так далее. В результате налогопотечниками, в отношении которых проведено хронометражное обследование, они самостоятельно увеличили доходы за прошлые периоды. Это в основном за 2014 год на 550 миллионов тенге. Кроме таких контрольных мероприятий у нас проводилась и, скажем так, разъяснительная работа среди торгующих на базарах и так далее, или стихийной торговли. По ним установлено 4300 налогопотечников, которые не были зарегистрированы. Обеспечена регистрация этих налогопотечников и до конца года ожидаем поступления от них в размере 300 миллионов тенге. И для этого сложная была процедура зарегистрировать этих торгующих и индивидуальных предпринимателей? Насколько это сложная процедура? И что можно сказать другим коммерсантам, которые планируют работать в этой сфере, как им правильно начать свой бизнес? Естественно, это не было легкой работы, потому что такой большой объем. В тех же базарах, в той же барахолке, работают около 20 тысяч индивидуальных предпринимателей. Среди них есть и зарегистрированные, и незарегистрированные. Так вот, в отношении незарегистрированных физических лиц мы проводили разъяснительную работу. Каждому объясняли, как регистрироваться и так далее. Давали время, чтобы самостоятельно зарегистрироваться. И можно сказать, что практически все 100% воспользовались этим временем. То есть предупреждалось, что в дальнейшем будут проверки, и в ходе проверок возможны штрафные санкции и так далее. Также, кроме этих 4300 налогоплательщиков, было выявлено около 4600 незарегистрированных контрольно-кассовых машин. То есть без применения контрольно-кассовых машин работали. По ним тоже уже регистрация проведена. Естественно, здесь тоже были свои трудности, потому что разума обеспечить пломбами и так далее не сразу получилось. Но, тем не менее, по итогам этой работы можно сказать, что все те, которые не применяли контрольно-кассовые машины, они зарегистрировали, по крайней мере. В дальнейшем их применение будет, скажем так, анализироваться, делаться мониторинг. И в случае необходимости будем проверять. Об этом тоже все предупреждены. И только вот по результатам таких разъяснительных работ, то есть не применяя штрафные санкции, такого результата удалось добиться. Дмитрий, но можно воспользоваться случаем и ответить на такой вопрос. Почему выгодно предпринимателям, торгующим на рынках, пройти регистрацию и работать официально? Есть ли какие-то сложности в этой процедуре, чтобы коммерсанты наши не думали, что за этим стоят большие, сбор каких-то различных справок, много документов требуется, что это затянется надолго? Что вы можете сказать в этом отношении? Много документов особо и не нужно. Во-первых, это договор аренды местонахождения. Это практически у каждого есть. То есть каждый составлял договор. Сбор за уплату, копия удостоверения личности. И больше ничего не нужно. Тем более, с некоторых пор это можно сделать электронно, то есть без участия налоговых органов, электронно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и дальше спокойно работать. Теперь, что касается разницы между регистрацией и работой без регистрации? Во-первых, у нас законодательством запрещено работать без регистрации в качестве предпринимателя, если доход превышает 12 минимальной заработной платы. Это 250 тысяч тенге. У нас многие предприниматели в месяц больше получают дохода. Это я не говорю о чистой прибыли, а об обороте. По налогообложению доходы физических лиц, они облагаются налогом по 10% ставке без осуществления вычетов, то есть без учета расходов. Если зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, во-первых, можно выбрать специальный налоговый режим. Это патент, там ставка 2% это индивидуальный подоход налог плюс социальный налог. То есть два налога сразу же. Также можно выбрать специальный налоговый режим по упрощенной декларации. Там ставка налога составляет 3%, то есть 1,5% это индивидуальный подоход налог и 1,5% социальный налог. При этом социальный налог уменьшается на сумму социального страхования. Также можно выбрать общеустановленный режим. Там ставка 10%, но разница между обложением налогов физических лиц составляется в том, что в общеустановленном режиме можно платить индивидуальный подоход налог с чистого дохода, то есть за вычетом всех расходов. То есть как ни посмотри, какой бы режим ни применяй, это намного выгоднее в целях налогоблажения. И кроме того, там никаких вопросов завтра, когда будет всеобщее декларирование, никаких вопросов не будет. Там все видно по декларациям, сколько доход получал и так далее.